Итак, всем привет, с вами Дубга, мы продолжаем играть за медведей-коммунистов Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь А мы уже готовим наш план нападения на Эквестрию И я вот сейчас понимаю, что вот здесь вот у нас есть некоторая проблема со снабжением Нужно на востоке что-то передумать, переделать Но в любом случае мы ждем подготовки нашей армии Медведи вооружаются, медведи-танки готовятся Что ж, поехали Я тут заметил, что Эквестрия привела вот сюда, 4-ых их 111 дивизий Это примерно 3-ти где-то, наверное, их армии Если не половина, я просто не уверен У меня очень мало разведанных, скорее всего, там может быть и поменьше Что означает, что мы сможем их уничтожить просто буквально первым ударом Именно туда я сконцентрирую свои основные силы Я здесь немножко поменял план, чтобы здесь была побольше концентрация войск, как видите Войск стало намного больше Я думаю, мы сможем что, удержать позиции свои Но вообще-то пересею в наступлении Нам нужно просто взять детриссиум И снабжение здесь немножко подзаглохнет Конечно, здесь, несомненно Как бы вот здесь должны быть дивизии какие-то, да? Но почему-то их здесь нету, я не очень уверен Но вообще, это демилитаризованная марионетка Связано ли как-то с этим То, что здесь нету дивизии? Может быть Может быть, неизвестно на самом деле до конца Тем не менее, очень удобный пакетик, чтобы его закрыть Плюс я сюда подлодочки отправил Они будут здесь рейдить Пингвин, адмирал, сальпар из клана Анкер Будет тут заниматься рейдом на конвои Возможно, я еще чуть-чуть регионов побольше добавлю в это Просто я пока не уверен, как туда будут морские пути идти У меня за данных маловато пока что Но мы и капитологии взломаем их И сверху еще, наверное, агентами поинфильтрируемся Будет получше В шифровании я еще подкачиваю в техах Так что, думаю, взломаем мы достаточно быстро А вот здесь еще пока планируем Пока что, я думаю, все-таки отойти куда-то вот за эту речку Но, черт возьми, это очень не точно Кстати говоря, в председатель Сноубер Мы можем поставить генерал Боя над диванный генерал Но это ложь, очевидно Какая-то вражеская пропаганда Тем не менее, максу планируем плюс 25 Это солидно Только ее, господи, я вот сюда хотел поставить Вот так будет неплохо И сюда нам нужен новый генерал Нам нужно еще одного пылевого командира повысить И, как обычно, у них, да Статы, господи, супер Итак, первый ивентик Партийная дисциплина Тут боролись, пытались развалить свои цепи, которые мне были скованы Ага Ставим вождь, спаситель отец меня и всех людей погиб, когда вы сложили полярии Как раз за некомпетентность смерть А Я у меня плата за единство Тут себе убираем каких-то, я понимаю, советников или что И получаем сильная партийная дисциплина Бавчик Плюс подчинение Плюс Распады сопротивления, что сильно Защита от смены диалоги, лимит кинутляции, стабильность В общем-то, полезные бафы, но не супер большие Но вот подчинение солидно Мы сейчас, я так понимаю, с каждого из этих событий, наверное, что-то так же пополучаем Звучит круто А вот мы получили ядерные реакторы Представим Строить немножко ядерных реакторов Давайте-ка закажем пока что казуальное количество У нас не так много промышленности, чтобы их строить на самом деле Но это пока Через некоторое время, как мы Достроим тут Точнее, захватим территорию побольше У нас их будет побольше Пока что Но все же надо сделать, наверное, как-то Вот так, я думаю Хотя базы очень важны Фабрику можно строить А потом уже ядерные реакторы Я решил проложить вот такую железную дорогу Тума железная дорога даст какое-то минимальное количество припасов Чуть-чуть побольше Но все еще супермало Но в будущем это поможет нам проложить ЖД Вот сюда куда-то Так, гробница вечного огня Хм, вождя И рыдания, как им, разносились везде Да, фанатики плакали Не снять своих слез, конечно же Сама Сноубера Она плакала отца и граждала громче всех Конечно же Конечно же, все были растроганы Сынная папочка Получена идея Этернал, лидер Мамзолей Получаем Мамзолей, плюс 20 стабильности, плюс 200 политки Солидно Плюс прирост политической власти Модификатор стабильности, изобретительную войну И поддержка коммунизма Супер И вот мы готовим революционную новую элиту Теперь мы делаем, я так понимаю Какую-то интеллигенцию, да? Буквально собрал не поэтому Ага, мы хотим больше, чем возвращать наших родных земель Он, к сожалению, не так у нее делал Да, как жалко Так, вместе мы сможем платить жизнь Великой обидень И сможет стать на нашем пути Прям чтобы служить, дорогая лидер Получать должность А, новые советники у нас И они заменяют прям все Никто не получил должность Это было странно И еще что нам надо сделать Это нам надо сюда вот советников поставить Новых, потому что Айберг Айсберг По-моему, господи, я уже Да Да, Айсберг Так вот, Айсберг-то пропал А вакансии, так сказать, остались вакантными Надо поставить их будет И ладно, я все-таки построю здесь пункт снабжения Итак, чистейший нам провод Тело нашей видов не имеется равных в этом мире Наша раша И чистейшие войны Кто не имеет такого благородного права? Да Честная речь Те, эти культурные гегемонии Хм Плюс еще подчинение Плюс политка Плюс стабильность Исследования Коммунизм И поддержка войны Супер-супер, конечно И теперь связаться с эксцентричными существами Итак, предатель и богиня Плез реакции Какого-то медведя И он казался неправильным Ему все ресурсы Ядерного, химического и биологического оружия Беспрепятственный доступ Корпка, это оружие будет использоваться для воплощения судьбы нации Для всего возможного Получено массив... Ага Массивные, научные, физические инвестиции Рост населения Минус фабрики Минус непосредственно Минус объем производства На полгода И два года опережения От ракетной и атомной технологии И будет добавлено технологии Благословенные боевые газы Плюс наземная поддержка Стратегическая базировка Крупных кораблей Плюс атака артиллерии Оборудованный прорыв пехоты Либо инспортивник будет страдать От на самом духа Биологическая война О май Пущется Невероятно Пережение куда? Сюда зарядим, наверное Взяли бы вот сюда зарядить Ну, посмотрим Сейчас разберемся И да, на этом моменте У меня угрыла вся промышленность Ну Хватка на прогресс Как говорится Север крепкая хватка Над севером Так, последний наш фокус Миллионы миль Лидерами партии Север единый Север пол сидит под властью Полярии Все сбылось Благодаря, конечно же Айсберу Так Мы все еще под угрозой В генраде контента Их низшие срочи Были свидетелями Чего мы достигли Конечно, они плетут за город Да Нас ждет долгий путь Регионственно-санциональный Блин, я ждал последний баф Что будет посильнее На этом почти все наши фокусы закончились Остались лишь вот эти вот Но это такие Милки фокусы Которые нам на самом деле не нужны А вот политку я бы себе Кстати говоря, эту сохранил И я думаю, есть смысл Мишку сделать фельдмаршалом Только ради того Получает немножко Минус Там Чтобы сделать его Мастером ступля Хотя, блин Конечно, это будет минус один перк Но, объясненно говоря У него самые большие шансы Докачаться до восьмого левела И получить пятнадцать к атаке Двадцать организаций, конечно, круто Но десять к атаке Это намного сильнее У нас есть Пау Веллингтон Который однозначно Самый сильный Тут лучше ничего не найдешь Тут супер большие бафы на флот А вот мы получили Атомные бомбы И я смог сохранить Баф Ставит А вот это вот Немножко пожонглирует Ячейки исследований Король Минбардик, если говоря, умер Да, но Мало что на это влияет Что Пиколини тут все равно Так или иначе правит И посмотрите На нашу прекрасную полярию Уже третья армия готовится Третья, точнее, как сказать Группа армий готовится Наша армия уже почти Три миллиона медведей Эквестрию мы просто раздавим Добавно, что у Эквестрии Есть плавающие танки И их немало Вот здесь вот я вижу дивизию Где-то еще я тоже видел дивизию И самое главное Вот здесь я тоже видел Плавающие танки Вот они Как будто Они реально их используют Вот, смотрите-ка А вот здесь вот появилось Королевство Арктурианское Которое я раньше следил за Только Его тьмой Но вроде-то ничего не поменяло Все равно тут Ничего и нету А еще мы начали делать Первые ядерные бомбы Атомные И мы также разрабатываем Самолилы, которые смогут Эти бомбы нести Сказа говоря, подчинение достигло 100% во всех наших территориях Лава Председателю Сноубер Что я могу сказать Наконец-таки Все армии обучены Готовы Авиация, конечно, еще не в супер Больших количествах у нас имеется Но ее уже достаточно Чтобы получить преимущество Там, где нам надо Конечно же, наши авиации Уже реактивные Я думаю, на этом моменте Мы готовы Начинать наступление И начинается наша война За восстановление Справедливости Конечно же Варионеткам Эквестрии Мы тоже объявляем войну И Потому что внимание Конечно же будет Вот здесь вот сейчас Господи Какая же здесь сейчас Начинается бойня Но Как будто Как будто Наши войска Мы не должны победить Мы, по крайней мере Именно на это надеяться Подлодки здесь Сейчас будут работать По Паражским конвоям Надеюсь успешно И да Мы пробиваемся Смотрите-ка Они, конечно Нас тут попробовали Поддушить Но Не удалось Не удалось Они просто не успевают Зареинфорсить битвы Против наших Панзер Медведей Но в принципе Достаточно ожидаемо Тоже на других фронтах Здесь мы перешли В наступление Здесь мы просто Полностью Смогли Разгромить Вот эту армию Если у нас Какая-то армия Да, вот эту Давайте-ка Перебросим армию Вот сюда А вот эту армию У которых звери Все-таки есть генерал Хотя кажется Как будто нету Мы Теперь назначим Вот сюда Там форт-защиту Нажимали Я видел Экестрия Или кто-то еще Под лекомандованием Но Сильно это им помогает И нужно дружить Вот здесь Влод Если мы сможем Их здесь Как-то обрезать Под основной сил Будет очень сильно И пора призывать Республику Оленью к войне И начинай с наступления Еще и оттуда Так, анвои мы здесь Ловим отлично Еще я решаю Что наш флот Стоит перенести Как раз таки Вот туда Потому что здесь Как будто нам Особо и нечего делать Флоту Да, можно просто Прикрывать Наши войска От вражеского флота Но это же То, что нам хотелось бы Нам нужно наш флот Использовать в бою Итак, на этом острове Кыстре почти что-ликвировано Здесь мы ликвидировали Сопротивление Я вижу, что здесь Острова вышли Сломался приказ Я так понимаю Поэтому мы вручную С этим разберемся И здесь Их войска сейчас Очень жестко будут Зажаты, зажаты И оставлены Без какого-либо Снабжения Пока что сюда Еще какие-то Железные дороги проходят Но, допустим На самый север Вообще никакие Только по морю А море Мы сейчас будем душить Вот и наш Вот этот флот Практически прибыл сюда И после чего Я думаю Он поможет нам Разбить флот Эквестри И вот мы здесь С островами разобрались Здесь вроде как Отлично Вот эта армия Без приказов Давайте-ка им дадим их Поехали Здесь тоже Фельмаршал на самом деле Есть, да Немножко портреты Багуются Такое иногда бывает Ну и вроде как Да Мы переходим Супрень Здесь конечно Огромные Огромные Сражеские войска Тем не менее Сочется вроде Хороша Давайте Перебросим Наверное Наши самолеты Вот так вот Генералам А генералы Пускай уже там Разбираются Куда их отправить И штурмэки Дадим нашим Конечно же Генералам Мишке Вот и первые бои Кажется С квестрифим флотом Сильно активные Я думаю Давайте Кто это Всегда вступает В бой Нет вступать Сейчас мы Быстренько С ними разберемся И вот так вот Идет снабжение Здесь уже Нам не нужно Ничего делать А вот так Я бы распространил Конечно же Наши приказы Мишка получает Равнение Вот черт Они ранили Мишку опять Мы с ними Разберемся За такое Конечно На востоке Же наступление Вообще Супер активно Проходит Без проблем Эти дивизии Нам Перебросить Вот сюда Эта проблема Которая точно Замещать Это manpower Но у нас Есть запасы Которые думал Деплоин Если вдруг Понадобятся Какие-то резервы Где-то сделать В общем Мы можем просто их деплоин Как бы распустить Чтобы Сюда Как-то пополнить дивизии Нужно добивать их Потихоньку Конечно Росточка с эгоистерийским флотом Единственное у нас Очень мало Организации Но Несмотря на это Мы успешно Его Разбиваем Здесь И я бы даже Сделал вот так Чтобы возможно Успеть его найти Здесь Нет Не нашел Но какие-то мелкие корабли В принципе Могу найти И нужно немножко Переделать Пожалуй Здесь фронт Здесь смотрите Господи Что с ним стало Как они испортили Моего мальчика Как говорится Ну и как-то Вот так Я бы приказал им действовать Здесь я внедрился В правительство Но вообще Колобоку сделать Хотя наверное Не успею Кристальный город Сказать говоря Пал На востоке Наши войск Полный карт-бланш Сопротивлением Мы почти уже Не встречаем Как такового Еще я думаю Порад дошифровать Кристрию Ну В принципе Использовать Шифра Получить себе бафы Какие-то войска Капитулировала Капитулировала Точнее Кристальная империя И войска Кристрии Здесь оказываются В окружении По-моему Мы только что потеряли Да Одну дивизию А возможно Где-то еще и одну У нас вот здесь Было 24 Как и везде Неприятно Но что поделать Начинаем Производить Стратегические Бомбардировщики Краски для наших Готовящихся Атомных бомб И вот И вот Лишь Лишь Западная часть Эквестрии Сминус Еще жива Контролот Уже Пал Мы дальше Мы дружно Отберемся Там что-то Сарктуре Северный Шторм Появился Королева Спектр Власть Виндига Последний Бой Я такого Раньше Не видел По-моему Хорошо Хранимый Секрет И кто Полуостров Ужаса Суще Любопытно Республика Рабочих Абрука У нас Начинают Качаться Людские Ресурсы Ну Пони Ресурсы Конечно же А в целом Пока что Еще пока Около Нормального Состояния Но Видите Нулек И Семечный Прирост Кое-как Решает Проблему Но не Слишком Ну Эквестри Уже Не в силах Сопротивляться Потери Эквестри Слишком Большие Что в Людях Что в Снаряжении Но в основном Конечно В людях Не в Поне Тоже Все Взрослые Проходят Службу И только Они что-то Спевают Подмобилизовать Как это Сразу же Уходит На фронт Ситуация Похожа С нашей Но У нас Хотя бы Войска Чего Так сказать Полностью Полностью Снаряжением Нусов У нас Вот только По пехотке Какой-то Микро-минус Появился Но Мы просто Делаем Вот так И он Скоро Закроется Причем Можно Вот отсюда Здесь В воензоводах Перебросить И вот Мы уже Делаем 500 Винтовых В день Эквестри На западе Полностью Разбита Оленя Почти Вся Освобождена От Сгнета Капитализма Здесь В юго-западе Самой Эквестри Тоже Все Плохо Лас Пегасу Сейчас Возьмем Сразу Видно Что Какое-то Прогнившее Местечко У меня Немножко Не хватит Людей А точнее Пони Мы просто Делаем Вот так И У нас Появляются Огромные Резервы Которые Сразу Выходят На пополнение Но Тем не менее Я теперь Могу Хотя бы Поднять В воздух Стратегические Бомбардировщики Которые Не нужны Для Просто Ядерных Боб Перебрасываем Которые Радиус В принципе Весь Континент Меня Интересует Позбрасывать Позбивать Им Поддержку Войны Велесе Атома Ядерная Гонка Убирается У нас Ей не было Но По факту Маловато Все еще Из-за Всяких Разных Бахов Общая Сотка Вкусно Не сможем Ускорить Но Дуже Мало Что Осталось Ускорять Эквестри В руинах Считанные Дни Отделяют Нас От Победы И Когда Армия В Два Больше С Половин Миллиона Теперь Всего Лишь Какие-то Сголоски Прошлого В 300 Тысяч Грустное Врелище Но Не Для Нас И Вот Оно Встряпало Весь Континент Наконец-то Свободен От Тирании Капитализма Рабочие Получили Все Средства Производства Валерия Восторжествовало Все Конечно же Благодаря Сноуберу И ее Отцу Айсберу Слава Председателю Валерии И На этом мы Пожалуй Заканчиваем Прохождение С вами Был Дублей Обязательно Оставляйте Комментарии Ставьте Лайки Подписывайтесь Если вы еще Друг не подписаны Не забывайте На твич Подписаться Просто И так же До скорых встреч Пока Субтитры Субтитры Субтитры